так нормально марина латиш из латишоп не пишет так ну что всем привет всем привет ребята по многочисленным просьбам точнее по нашим обещаниям мы решили записать видео с подробным анализом даже не с подробным наоборот кратким с подробным то у нас времени не хватит заварите все чаечко что все равно будет долго краткий обзор всех стран и какой-то информации я первый раз вижу текст понимаете подготовила меня просто времени это бегущая строка ты должен успевать читать это должен читать что-то дешево недешево дни в общем за 9 за 9 месяцев нашего путешествия мы посетили раз два три 4 5 5 стран что-то два раза выписывают два разных места совершенно за 9 месяцев мы посетили пять стран и у нас есть небольшой анализ всех этих стран и не знаю как это назвать не буду это никак назад мы просто сейчас расскажем да про пять стран про то что нам там понравилось что не понравилось по деньгам впечатление и все про что здесь нечего читать вообще были мы в индонезии на больным были мы малайзии на острове лангкаве были мы на филиппинах на острове баракай таиланд были в двух местах это мы жили в паттайе и жили в бангкоке во вьетнаме мы также были в двух местах мы жили очень долго в ничанге и очень долго жили на острове фукуок сегодня как мы и обещали мы хотим рассказать вам про все наши страны и про все наши путешествия небольшой экскурс небольшая информация полезная и первое что у нас идет списке это визы я скажу совсем чуть-чуть потом будет рассказывать более подробно юля самое главное что вам нужно знать что все визы в азию можно сделать не находясь в россии то есть если вы путешествуете из страны в страну как это делали мы то можете не бояться я не знаю ни одной вроде страны до в азии которые я не беру я не беру япония тайвань китай я беру вот именно совсем таки азиатские страны те страны которые мы назвали в которых мы были в которых мы были то есть вы можете находясь в одной азиатской стране либо заранее сделать визу себе в другую либо по прилету уже на месте и сделать так поподробнее сейчас юля расскажет да в тех странах в которых мы путешествовали повторюсь индонезия малайзия филиппины таиланд и вьетнам можно сделать визу ой точнее не визу а можно находиться без визы 30 дней то есть по прилету вам ставят штампик это везде кроме вьетнама по вьетнаме 15 дней на острову кок 30 дней также как и везде а вьетнам 15 дней также во вьетнам можно купить визу на один и на три месяца и пребывать там такой долгий период это очень удобно также в индонезии можно продлить визу на второй месяц всего за 30 долларов находясь прямо в стране а в таиланде например нельзя продлить визу пребывая в стране нужно сделать виза рам то есть скататься в какую-то другую страну чтобы вам заново поставили штампик на 30 дней чем мы воспользовались кстати в паттайе мы съездили в камбоджу нам поставили здоровый штамп на весь паспорт причем то есть заняли целый лист штамп на 30 дней а мы по факту там были буквально пять минут то есть мы в принципе можем наверное показывать всем и говорить что мы были в камбоджу целый месяц но на самом деле это не так там даже не штамп там виза такая большая да там целый на всю страничку такой здоровый вкладыш вклеен а во вьетнам можно купить визу на месяц и на три соответственно где-то примерно 20 долларов и 35 где-то так далее мы приезжаем в страну и что нам нужно естественно первую очередь это жилье и байк поэтому следующие наши пункты аренда жилья аренда байка что можно сказать про арену байка в азии главный вопрос который волнует людей которые хотят которые 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 собираются ехать в азию связаны с байком это возможность стоимость и наличие прав по поводу возможности везде с этим нет проблем кроме филиппин причем филиппины здесь отмечено у юли что там байк нельзя снять на самом деле там байк можно снять просто где мы были филиппинах именно на баракай там остров очень маленький там это не распространено потому что там либо пешком можно дойти либо доехать на тук-туке так я видел людей которые ездили на байках скорее всего они там дорогие и но это не так распространено потому что еще раз повторяюсь никто там на байках не ездит там все валяются на пляже если куда-то надо они там на тук-туке могут скататься во всех остальных странах везде есть доступные байки везде они по хорошей цене кроме вот единственно у нас смечен остров лангкай потому что там действительно еще пока туризм не распространен байков очень мало да и местных жителей вообще на лангкай вообще лангкай такой очень мало населенный островок и там нету большого потока движения там нету огромного количества байков везде на дорогах стоящих их там вообще раз-два можно пересчитать и все кроме единственное место где вот главный пляж там какая-то тусовка во всех остальных местах не байка не увидишь не местные жители не туристов тем более никого и там байки есть но они стоят раза в два в три дороже чем в остальной азии так по нашим ощущениям в остальных же странах это индонезия вьетнам и таиланд банки 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 тоже есть байки есть и они очень дешевые их очень много на любой вкус и плохие хорошие быстрее медленные убитые новые и какие хотите везде понятное дело надо остерегаться в первую очередь русских туристов которые ездят на байках потому что местные большинстве своем ездят нормально русских туристов мы много раз видели которые просто встают на байк нажимают газ байк уезжает без них короче но такие люди которые первый раз садятся на байк но думают что мы в азии здесь все можно мы крутые мы справимся и врезаются падают везде и им плохо и вам может быть плохо я думаю это не только русские туристы я думаю это вообще в общем туристы но в любом случае я имею ввиду да вообще туристы просто аварию той тайцев мы видели вообще аварию местных мы видели всего одну это было в таиланде там столкнулись два тайца они так вот просто ехали и буквально миллиметр не разъехались и рулями вот так вот зацепились у них такие байки там не особо на большой скорости было ничего страшного а вот туристов которые вот просто реально картина как не знаю в мультфильме или фильме просто человек на повороте встал начал газовать у него байк чуть-чуть из-под него просто уезжает вот он как бы не успевает за ним он выезжает он за ним летит вот так вот и в стол и газует при этом он его поднимает опять начинает газовать и он опять у него уезжает и опять в стоп это это реальная история это было в паттайе там на перекрестке рядом с рынком где мы жили рядом с амазоном там до сих пор столб стоит он такой немного кривой возможно после этого как раз поэтому будьте всегда на дорогах осторожны далее по поводу байка это права прав у меня не было как это сказать настоящих права были куплены в индонезии на целый год на целый год в индонезии на бали были куплены права на байк и с ними я проездил во всех этих пяти странах и нигде не было проблем меня останавливали в индонезии в малайзии в таиланде только во вьетнаме вроде бы меня не останавливали с этими правами и не было никаких проблем все было хорошо в целом права не так чтобы прям сто процентов нужны. Само собой, если у вас есть настоящие права, то это вообще самый идеальный вариант. Если вы хорошо водите байк, у вас большой опыт, но у вас такой опыт, как у меня, я там из деревни, я всю жизнь проездил на мотоцикле и я умею ездить на мотоцикле, но при этом у меня нету прав. Я никогда не сдавал, я даже правил, ну я знаю правила какие-то основные, что там на красный ехать нельзя и тому подобное. К чему это я? К тому, что лучше все-таки иметь права. Да, и я хочу здесь подчеркнуть, что права на байк это категория А. Просто мне много писали и спрашивали вот о категории Б. Друзья, категория Б это права на автомобиль. Если вы собираетесь водить автомобиль, то да, это вам подходит. Но не забудьте, что при всем при этом вам нужны именно международные права, то есть там, где будет по-английски написано ваше имя, фамилия и информация о том, что вы действительно можете водить, а не на русском. Да, там такая, такая, как это назвать? Книжечка. Книжечка, она вот так вот раскладывается, такая вот так вот. И там список всех стран, в которых она действует и на разных языках, там всякие вкладыши, там ваша фотография в конце со штампом и вот это, да, международные права. По поводу прав и их обязательного или необязательного наличия, у нас спросили права только в Малайзии, на острове Ланкаве. И без них нам отказывались давать в аренду байк. Во всех остальных местах, а это Индонезия, Таиланд и Вьетнам, никто не спрашивал ни паспорта, ни прав, вообще ничего. Даже не смотрели. В Малайзии, кстати, на Ланкаве, мало того, что дали права, они еще убедились, что ты можешь завести байк, затормозить, выключить, поставить там на ножку, отрегулировать эти стекла заднего вида и при этом посмотрели, как ты прокатишься туда-обратно, там повороты и все дела. То есть, такой мини-тест на умение водить. И только после этого они, кстати, это тоже единственное место, где они достали документы, там байк нарисован, они отметили все места, где есть какие-то сколы, трещины. А это очень важно. Ну, какие-то, в общем, царапины, повреждения и тому подобное. Также пометки насчет того, сколько было бензина, там заводился он или нет там с первого раза и тому подобное. И после этого вам это все сдавали. То есть, все подошли с умом, по красоте. В остальных местах просто какой-то местный вам дает, говорит, на, давай, гони и как бы все. Да, еще могут в залог брать паспорт, но мы, по-моему, ни разу паспорт не отдавали, мы отдавали какую-то сумму там небольшую и все, и катались. Я думаю, лучше, если есть выбор отдать сумму и паспорт, лучше всегда давайте сумму, потому что паспорт все-таки намного важнее. И много вам где может пригодиться, в том же отеле вам тоже нужно отдавать паспорт и все такое. Далее. Далее у нас идет аренда жилья, это у нас, про это расскажет Юля, потому что я арендой жилья особо не занимался, пока Юля искала жилье, я обычно сидел работал. Я только скажу вам, что как у нас это все происходит. Мы, когда приезжаем в какую-то новую страну, мы заранее через букинг снимаем какой-то гест, отель недорогой, что-то недорогое, более-менее уютное, со столом на один-два, максимум три дня. И все это время я в основном сижу работаю, а Юля ходит, связывается с агентами, ищет сама какое-то жилье. Как она это делает и сколько это примерно стоило, сейчас она вам расскажет. Да, ничего себе. Хотя бы вкратце, самое дешевое, самое дорогое. Самое дешевое жилье это Паттайя, Таиланд, потому что там очень сильно распространены, кондо, и там большая конкуренция, поэтому цены держат нормальные. В Индонезии и на Бали есть дешевое жилье, потому что там также много гест-хаусов. В Бангкок, Таиланд, там тоже можно найти жилье недорогое, но это будет не в центре. Ланкари, Малайзия. Там с комфортным жильем, например, с кухней, так же, как и на Фукуоке, вообще речь не идет. Там жилье вида там отельного, и просто приехал, отдохнул и все, то есть там нет ни кухни. Поспать, помыться, в общем все. Да, и вряд ли вы не на Ланкари, на Фукуоке найдете жилье там со столом, чтобы работать там, или еще что-то. Такого там нет. Это кстати да, на Ланкари мы проходили... Вообще Ланкари это, наверное, то место, где мы посетили больше всего разных мест, посмотрели. Вот мы прям с Юлей ездили целый день, мы сразу же сняли байк, и мы, наверное, мест, не знаю, может в 10 съездили. Я не помню, чтобы мы за один день где-то на другом месте столько мест посмотрели разных. Помнишь, мы с тобой во все просто гесты стучались, заходили, смотрели, нигде не было стола, вообще нету. То есть, что такое стол рабочий, ты людям объясняешь, типа говоришь им там по-английски, говоришь, вот мне нужен стол рабочий, они такие думают, что там какой-то верстак, я не знаю, что значит стол рабочий там с инструментами, или что. Я говорю, нет, я типа, ноутбуки мне надо там сесть, все дела, а там все, там, то есть, либо такой какой-то прикроватный столик низкий, неудобный, либо, знаете, такой, как это, где красится-то вот это вот, стекло такое, и там вот столько вот, знаете, места, то есть, ты ноутбук ставишь, он у тебя еще торчит, короче. Это как раз было у нас и на Ланкаве, и на Фукуоке. Да, и ты такой сидишь вот так вот, и все. На Ланкаве так вообще в итоге мы никакого стола не нашли, даже вот такого, но в Фукуоке мы хотя бы такой нашли, а на Ланкаве я на кровати работал. Почему? Там был пластмассовый. Ну, пластмассовый, в кафешках, пластмассовые стулья на улицах и пластмассовые эти столики, но он низкий, неудобный. Да и тем более на улице не всегда комфортно работать, потому что жара мимоверная. Ну вот, мы поговорили про комфортность, да? А, ну и про цены, опять же, Фукуок и Ланкаве, там цены... Средние. Средние, да, за счет того, что это, во-первых, остров, во-вторых, там нету вот этих кондэ и все такое, там просто жилье либо в отельчике, либо вот в каком-то недорогом гестхаусе. Далее у нас... Баракай, это дорого? Баракай, да, Баракай дорого, Баракай только отели, и дорогие отели, дешевые отели очень плохие, можете вспомнить наше видео, да. А Индонезия, Таиланд, там на любой вкус, и очень бюджетные, и очень дорогие, и средние, и со столами, и без столов, как хотите, в общем, с бассейном, без бассейна, и... То есть, для примера, в Таиланде мы жили, в Амазоне, это было 26 тысяч рублей, да, если на рубли переводить? Ну, со всеми, с коммунальными, со всеми, да. Да, да, это прям, это элитное место, хорошее жилье, там два стола, там кровать, там две комнаты, одна комната, кухня. Большая холодильник. Огромный бассейн, все круто, все классно, и вот это стоило в рубли 26, но при этом до этого мы жили в месте, в котором, если бы мне не надо было работать каждый день за столом, а просто жить и тусоваться где-то, то первое место, в котором мы сняли жилье на несколько дней... В Паттайе. В Паттайе, да, это вот эта русская улица, или как это называется? Да, на русской улице, в центре. Там было хорошее место, там хороший душ, кровать, чисто, снизу кафешка хорошая, вкусная, в которой мы ели, кондиционер, и все это стоило, если переводить на русские рубли, 14 тысяч рублей, там 6 или 7 тысяч... 4 тысячи бат, нет? 4 тысячи? Да, 4 тысячи бат, она сказала. То есть, даже 8 тысяч рублей можно было? Меньше 10, я точно помню, где-то 8 тысяч рублей, может быть, 7. То есть, сами понимаете, да, можно вот 8-26, и при этом есть еще другие ценовые всякие категории. Да, в общем, самое комфортное, да, Талант, Паттайя, Таиланд, Бангкок, Индонезия, Бали, на любой вкус и цвет, советуем там вот именно остановиться, чтобы пожить, там, если вы хотите. Да, далее, что у нас идет? Общий бюджет, стоимость продуктов по ощущению. Ну, на самом деле, такое себе, я бы не стал этот пункт расписывать, потому что везде все плюс-минус одинаковое. Единственное, можно что сказать, это по фруктам, то есть, по обычным каким-то магазинским всяким, вода, сок, там, что-нибудь, ну, вот такое, что в магазине покупается. Оно все везде одинаково, не дороже явно, чем в России, поэтому можно этот пункт опустить. Единственное, что можно сказать только про фрукты. И единственное место, где с фруктами была проблема, это было Ланкави, там реально два места, грубо говоря. Вот, одно место, это магазинчик вот там в тусовом месте, а второе место, это мы, помнишь, чтобы ездили, когда на северный пляж на Ланкави, там на углу... Чувак с бананами? Да, просто у него куча бананов, а чуть дальше женщина, у которой куча фруктов было, но ценник везде конский, и всего очень мало, и не всегда все как бы в сезоне. Так же, как и на Баракая, тоже ценник конский. Ну, на Баракая даже и то было лучше в этом плане. Там хотя бы были фрукты. Там были фрукты, они были повсюду, их было много, пофиг, что они дорогие, они хотя бы были. А на Ланкаве алкоголь? А на Ланкаве алкоголь дешевый, куча дешевого алкоголя, в два раза дешевле, чем в России, иногда и в три. Элитного алкоголя? Да, всякого, на любой вкус, там просто миллионы алкоголя, и там постоянно люди ходят. Поэтому вы выбираете, что хотите, фрукты или алкоголь? Поэтому если вы на острове, я вам когда говорю, что на Ланкаве не было людей, то есть вот вы уходите от алкогольного магазина, там действительно нет людей, но как только вы возвращаетесь в алкогольный магазин, там куча людей, и они постоянно там, они что-то ходят, там ходят. У меня иногда была мысль просто сесть вот так и за одним и тем же человеком понаблюдать, мне кажется, он так вот весь свой оттус там и проходил. По поводу остальных стран, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, фрукты можно найти и дешевые, и дорогие, и вкусные, и невкусные, и много, и мало, то есть там все с этим хорошо, как и везде, в общем. Как и с жильем, на любой вкус цвет, по цене тоже все нормально. По поводу климата. Нам не везло. Нам не везло. Хотя мы везде были в сезон, нам не везло, ни на Ланкаве, ни в Паттайе тоже дожди были часто, поэтому климат везде всегда разный, несмотря на то, что пишут там сезон дождей тогда-то или тогда-то, и вы такие сразу подгадываете, или боитесь ехать, или подгадываете, что был в сезон. Ну, а фиг вам, может ливануть и лить, и долго, и часто, поэтому везде по-разному. Ну все, климат на самом деле не так интересно, потому что это реально, это не зависит ни от кого, и это не предугадать, и то, что мы сейчас расскажем про климат, это совсем будет по-другому, когда приедете вы туда. Переходим к следующему пункту, пункт Юли называется «Куда мы больше не вернемся?». Так, ну давайте, наверное, я сначала расскажу, ну во Вьетнам мы точно вернемся, у нас во Вьетнам еще остался как минимум, как минимум, это бухта Холонг, которая находится в Ханое, это 100% туда надо будет съездить. И если мы во Вьетнаме опять сдержимся на подольше, а может быть мы еще и в Ничанге поживем опять, мы пока не знаем, то тогда надо будет обязательно съездить, там есть такие города, как Хуе, Далат, Дананг, ну там много на самом деле еще мест, в которые можно съездить. Да, в Вьетнам весь красив, там Муйне и тому подобное, в горы там куда-нибудь можно сгонять, то есть во Вьетнам мы точно вернемся, и прям у нас прям много еще пунктиков во Вьетнаме, в которые мы их не вернутся. В Таиланд мы точно еще вернемся, у нас как минимум в списке это один из островов, либо Самуи, либо Паттайя. В Паттаю, кстати, мы никогда не вернемся, скорее всего, хотя не факт, ну наверное да, скорее да, чем нет, вряд ли мы в Паттаю еще раз вернемся, то есть там действительно удобно работать, это было наверное самое удобное место для работы, которое у нас было, но именно жить как бы такое себе, но тоже можно, если просто жить, не на курорте, а именно просто жить. Это лучше, чем Питер, но там, понятное дело, ты особо не покупаешься, то есть как, опять-таки, там есть острова, на которой можно плавать, там есть пляжи чуть подальше от Паттайя, там есть холодный бассейн, я имею ввиду вот так вот вышел, покупался, там очень вонючее, грязное и противно. Но мы не поэтому на самом деле в Паттаю не вернемся, потому что... Почему? Да, наверное, поэтому мы не вернемся. А вообще в Таиланд мы еще хотим побывать, как этот остров называется, все время забываю. Пхукет, Чингмай. Пхукет или Самуи, или Патонг, ой, Патонг, это пляж. Короче, вы меня про Таиланд вообще лучше не спрашивайте, я только там в Паттайе был, в Бангкоке, все, больше ничего не знаю. Ирато работал все время. Ирато работал, да, и на север обязательно, это как раз-таки Чингмай, то есть в Таиланд мы обязательно вернемся. В Филиппины тоже мы явно еще поедем, но не на Баракай, скорее всего. Мы решили, что мы на Баракай поедем, только если мы поедем с какой-нибудь компанией друзей, реально вот так вот приехать на неделю и там угореть по-лютому, я не знаю, там, ну что-нибудь там такое придумать совместное. Ну просто ехать туда, чилить или жить, или работать, это точно не то место. Индонезия. Индонезия, Малайзия вот еще. В Малайзии мы были в столице и мы были на острове Лангкави. Можно сказать, не были. Ну в столице, да, можно сказать, не были. На остров Лангкави мы, скорее всего, не вернемся. Почему? Не потому, что нам не понравилось. Наоборот, Лангкави лично у меня находится на втором месте после Бали. по вообще тому, что у меня запомнилось, по ощущениям, по вообще, по крутости и тому подобное. Мы туда не вернемся, потому что мы там были почти месяц и мы там реально знаем каждый уголок. То есть там нам нового ничего уже не светит. Мы все видели, причем по несколько раз. То есть мы реально во всем острове, во всех местах были раз по пять. И мы все там знаем уже наизусть. Возможно, не знаю, там через какой-то большой промежуток времени мы туда еще вернемся. Когда будем ценить алкоголь, дорогой. Когда, да, станем алкоголиками, вот, мы туда вернемся. Нет, на самом деле там просто очень сильно начал развиваться туризм. И там прям все работают на это, в эту сферу. Все везде строится, везде дороги, все по красоте, все классно, круто. И, возможно, просто лет через пять там будет совершенно другой остров. И совсем какие-то другие там будут, не знаю, построить какие-нибудь парки развлечений. Я не знаю, в общем. И, возможно, мы туда вернемся. Бали, Индонезия. Это место, в которое мы точно вернемся. И, учитывая, что мы тоже много где были, но мы много где и не были. То есть за два месяца на Бали мы, наверное, может, процентов 30 увидели острова. Да, я бы туда возвращалась очень часто. Мы, как минимум, единственный пункт, вот такой самый глобальный, который мы хотели сделать в первую свою поездку, но не сделали. Это мы хотели подняться на один из вулканов, но мы это не сделали. И это надо будет обязательно... Научиться серфингу. Научиться не кататься два месяца на Бали, а научиться серфингу. Да, это две разные вещи. Про Бангкок, конечно, я хочу рассказать про Бангкок. Я бы с удовольствием... Не очень кинематографичная этикеточка. Ого, ты пьешь кофе рядом с ноутбуком, ничего себе. Прямо на ноутбуком? Это вообще что-то... Да, в Бангкок, конечно, можно возвращаться очень часто, когда у тебя есть много денег там. И, не знаю, там шоппинг очень крутой. Да, в Бангкоке шоппинг лютый вообще. Даже я вообще не любитель шоппинга. Я закупил себе там просто фулл сет. Проникся, да. Фулл сет. Я там себе купил джинсы, две куртки, футболку, поло. Да, много чего-то купил. Ну, что-то еще я накупил, короче. Да, поэтому если есть деньги, желания и, в общем, туда ехать... Ну, Бангкок это такое место, да, которое можно... Вот вы такие пропутешествовали и перед Россией заезжаете туда, затарились. Потому что там можно найти реально крутые дешевые шмотки. Потому что там всего очень много. И часто всякие скидки, акции, распродажи и тому подобное. Единственное, что там нет, это вещей на зиму. Да. Но я в итоге куртку себе нашел. Она не совсем на зиму. Она скорее такая, на какую-нибудь южную зиму. Не на северную зиму, не на питерскую и тому подобное. Домохозяйка? Да, у меня спрашивали вот со взгляда, так сказать, домохозяйки. Рассмотреть эти страны, доступность продуктов, удобство. Что я могу сказать? Удобно, конечно, было там, где была кухня. Это в первую очередь. Потому что там, где кухни не было, там было совсем неудобно. И приходилось много тратить на рестораны. Вот на Фукуоке, например, вообще была беда с едой. И помнишь, что там было? Вечерние сэндвичи. На Фукуоке, да. На самом деле там были рестораны. Хорошие, очень хорошие рестораны. Особенно нам понравился ресторан, который, не помню, как называется, но есть видео. Можете его найти. Там репродукты. А, точно, да. Там нам очень там понравилось. Мы только ходили раза три. Плюс там неплохая пиццерия есть. Плюс там есть, что там еще есть? Ну вот, да. Пиццерия, потом там, где крабы, можно поесть. Индийская кухня, ресторан тоже был неплохой. Индийская. И, да, где море продуктов, там тоже хорошо. Но, опять-таки, это такие точечные места, их можно реально перечитать по пальцам. А местная кухня, в смысле, местная кухня прям вообще местная, где местные тусуются и едят. Это вообще такие просто забегаловки лютые, где, может быть, даже можно что-то подцепить. Но мы много раз там ели, и все с нами хорошо. И в итоге болели. Ну, болели, да. Кстати, мы на Фукуоке-то и отравились. Так что будьте аккуратны. Ну, вообще, Фукуоке-то злачное местечко в этом плане. Очень неудобно в плане там готовки. Еще что-то, если рассматривать. Такой вопрос. Ну, Ничанг, Паттайя, Бангкок, соответственно, у нас в кухне были, было все отлично. Доступность продуктов замечательная. Биг Си там все было. Курочки, фрукты и так далее. Курочки, фрукты. Филиппины, Баракай. Даже если у вас будет крутой отель, вряд ли там будет кухня. И вам придется питаться в дорогих ресторанах. Поэтому имейте в виду. Лангкави, Малайзия опять совершенно не приспособлена к всяким готовкам кулинарии домашней. Поэтому только ресторанчики. А Индонезия, Бали тут уже как сами решите. Тоже жилье есть разное. Да, и доступность продуктов хорошая. Дальше у Юлии стоит пункт движняк. Но движняк на самом деле везде есть. Движняк на Фукуоке есть, в Ничанге есть, в Паттайе, в Баракайе, на Лангкаве, на Бали. Понятное дело, что на Баракайе там один сплошный движняк. Ну вот я бы отметила Фукуок и Лангкаве. Фукуок и Лангкаве как отсутствие движняка? Да. Ну в принципе да, там нету такого вообще лютого угара. Каких-то клубов, я не знаю, что еще там. Потому что мы-то с тобой отдыхаем так, а некоторые люди, которые приезжают именно отдохнуть, они-то вот, им нужно, чтобы и движняк был такой неплохой, и все такое. Ну само собой да, самый движняк это Баракай, потому что это вообще весь остров сплошный движняк. Паттайя, Бангкок, Боккенстрит. Паттайя, Бангкок, да, тоже сплошный движняк. В Ничанге тоже можно найти тусовки, на Бали можно найти. Да, наверное, только Лангкаве и Фукуок такие в этом плане более чильные, скажем так. Спокойного отдыха, такого уединенного. Потому что мне просто недавно как раз в комментариях задавали вопрос и спрашивали, а как там вот с этим? Ну в Фукуоке и на Лангкаве реально очень круто просто приехать, взять байки, кататься, потому что места очень красивые, особенно Лангкаве. На Лангкаве вообще можно найти много красивых мест, вьюпоинтов. И Лангкаве, кстати, одни из лучших пляжей, которые мы видели в итоге. Вот этот северный пляж, он всегда тихий, и при этом там острова напротив. Он очень, да, красивый, спокойный, вода хорошая. Там на Фукуоке тоже мы, у нас есть видео, где мы нашли супер классный пляж с морскими звездами. И места есть какие посмотреть. И в других тоже местах, я про Бали, говорю про Паттайю, тоже можно взять байки и найти красивые места. Просто имеется в виду, что здесь все более локально, вот на Лангкаве, на Фукуоке. И при этом не такой маленький остров, как это сказать, вот если бы на Баракай ездить на байке, там нечего смотреть, он маленький. На Бали, наоборот, очень большой остров. И там просто за день вот так не покататься, знаете, по всему острову. А Лангкаве и Фукуоке, реально, вы можете за день объездить вот так весь остров на эти кучи классных мест. Много всего интересного, разнообразие. Да, и причем каждый раз, заворачивая в разные там неизвестные тропы, которых нет на картах, можно наткнуться еще на какие-то интересные места и тому подобное. Переходим к последнему пункту, природа. Ну да, мы уже затронули этот вопрос, природы. Природы здесь все просто. На первом месте у нас идет Индонезия-Бали, потому что там можно найти все. И там все прям вот как в фильмах про Индиана Джонс, в общем. Там можно и джунгли найти, и водопады красивые, и рисовые террасы классные. И там какую-нибудь эту тропу художников, которая там сочетает в себе все это вместе взятое. И вулканы есть, и пляжи есть, причем разные. Там с черным песком, с белым песком, с красным песком, с синим песком. Ну ладно, это я уже преувеличил. В общем, Бали, он такой самый, скажем так, концентрированный. То есть на вот этот весь остров Бали вы увидите много всего того, что вы никогда раньше не видели. Я не говорю про какие-то обычные там пальмы. Съездили там в Сочи или куда там такие пальмы увидели. Типа, о, круто, классно. Вот, имеется в виду там прям вообще экзотика-экзотика. Следующий идет, наверное... А тут трудно говорить о следующем. Почему? Потому что если Бали мы посетили почти весь, ну территориально. Понятное дело, не там локально в каждое местечко зашли. А вообще глобально, вот так если по всему острову посмотреть, мы были везде. А Фукуок, в целом там, наверное, такое, среднячок по природе на Фукуоке. Да, на Фукуоке среднячок, но пляж вот этот главный, который, он очень длинный. И нам очень понравился, в принципе, потому что там почти всегда спокойная водичка, теплая и, ну, красивая береговая линия. Ну, просто нету перепадов, понимаете. На Бали, вы когда едете, допустим, на байке, у вас то рисовые террасы такие бесконечные просто, то какие-то горы здоровые, то какие-то там обрывы, то какие-то джунгли, то там водопад там со 100 метров падает. Это я, может, преувеличил, но это так образно. То есть, очень сильно меняется от места, окружение вокруг вас. На Фукуоке это все примерно вот одно и то же. Ну, как бы вот такое, более невзрачное, скажем так. Ланкаеве в этом плане это вот что-то типа Бали, только чуть послабее. То есть, там тоже много всего разнообразного. Там есть и тоже и водопады, они такие, правда, крутые. Там есть и горы, причем горы там тоже прикольные. Филиппины, Баракай, ну там что, там три пляжа и все. Вот на что посмотреть. То есть, в этом плане... С холодной водой. С холодной водой. Вот этот пляж, который ходит в топ-10 пляжей мира, самый красивый, самый крутой. Почему они не говорят, что там ледяная вода? Да, кстати, там реально ледяная вода. Самая холодная, которая была. Даже несмотря на то, что там 35 градусов, все светит, все жарит, в воде купаться холодно. Имейте в виду. А в Таиланде что? В Таиланде Паттайя, саму Паттайюму, понятное дело, не будем говорить, там никакой природы нету. Потому что это город, как и в Бангкоке. Но если выехать за пределы Паттайи, мы видели много интересных, красивых мест. И в принципе там на районе, на районе, в округе можно тоже что-то увидеть. Но еще раз повторяюсь, лично мой топ по природе и по ощущениям от природы, это первое место Бали, второе Ланкави, остальные как-то меркнут с этим всем. А я Нячанг бы еще поставила. А я про Нячанг вообще забыл. Да, это же тоже город, но несмотря на то, что это город, там шикарная береговая линия, очень красивая. Я про Нячанг вообще забыл, и Нячанг это на самом деле тоже классное место, там можно съездить в гору, к Йорсину, на которую мы не попали. На острова. Там можно съездить на острова тоже, там можно съездить, там есть, да, крутые пляжи, и там тоже очень красивая природа. Поэтому я в топ ставлю, 100%. Да, да, наверное, топ-3 или топ-2. Я что-то про Нячанг вообще забыл, извиняюсь. Бали, Ланкави, Нячанг. Вот это то, что нам запомнилось больше всего по природе, по ощущениям, по тому, что мы реально увидели в первый раз, от экзотики и тому подобное. Все остальное, Баракай только пляжем своей прозрачной водой выделился, Паттайя, Бангкок это больше как-то практично, то есть закупиться, пожить, поработать. А Фукок это вот всего по чуть-чуть, то есть средняя природа, средняя еда, средний пляж, среднее все. Зато пляж с морскими звездами, где мы ни разу не видели пляжи, что прям морских звезд было очень-очень много, это вот именно на Фукоке. То есть в целом мы рекомендуем все места из этого списка, даже учитывая, что у нас вот есть то видео, на которое нам все уже пишут супер много плохих отзывов, написали про то, что типа вот всем Баракай понравился, вам нет, вам лишь бы тут это, туда-сюда. На самом деле, о чем мы говорили, это тоже имеет право на жизнь, скажем так, но по большому-то счету тоже место хорошее, и мы туда рекомендуем хотя бы раз ездить. Но если у вас только один шанс, грубо говоря, съездить в Азию, вот как у меня сейчас подружка тоже поехала, говорят, ну и мы не знаем, когда мы еще в Азию поедем или не поедем, вот мы один раз взяли какую-то сумму и решили съездить. Выбирайте Бали, все, вот съездите туда, вы увидите все, вы насладитесь Азией, примерно представите, что это такое, вот если у вас прям вот такой шанс есть, Бали и все. Да, но имейте в виду, что это будет, скорее всего, самое дорогое. Во-первых, перелет. Перелет самый дорогой будет в любом случае. Дорогой, очень далеко это находится. Да, 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 да. Скорее всего, самое дешевое это Таиланд, Вьетнам, потом Малайзия, потом Филиппины, а потом уже Бали, это именно по перелету. И не везде там очень удобно, в том же самом Бали напрямую туда не прилететь. Точнее, можно, наверное, как-то прилететь, но это будет супер дорого, да? На Бали? Да. Да, конечно, Москва, Ден-Пасар. Да, мы летели с пересадкой через Джакарту. Кстати, если вы смотрели наше видео, в Джакарте... Мы сейчас были в Джакарте. Ни в коем случае в Джакарте не останавливайтесь больше одного дня. И, собственно, вот в Таиланд, во Вьетнам прилететь просто легко, откуда угодно. На Филиппины, само собой, тоже просто так не прилететь. Это надо лететь, потом ехать, потом плыть. На Ванкаве, скорее всего, тоже есть прямой рейс, но, опять-таки, наверное, дороже. Мы летели через столицу, через Куалампур. Ну, там проблем никаких не возникло. И так, если еще есть каких-то советов, фишек, лайфхаков... Паттайя или Ньючанг все-таки? Паттайя или Ньючанг? Это такой вопрос, типа? Да. Мое мнение, лучше ехать в Ньючанг. Потому что это будет примерно за одну и ту же сумму. При всех равных условиях там вы всегда найдете и тусовку, и фрукты, и жилье. И природу. Но при этом там есть пляж в пешей доступности. И есть хороший пляж, если вы хотите съездить на остров или на другой пляж. И там не воняет на береговой линии, понимаете, как Паттайя. Поэтому и еда, главное. Это тоже очень такой интересный нюанс. Если вы любите суперострую еду и такую кисло-сладко-острую, то это... В общем, странно. То это Таиланд. Если вы любите такую экзотическую еду, но при этом более естественную для европейца, это Ньючанг. Вообще Ньючанг и Вьетнам вообще в целом. Кстати, вот этот пункт, может, тоже кому-то будет интересен. Вот из этого всего списка вьетнамская еда мне понравилась в итоге больше всего. Тайская еда мне, наверное, понравилась меньше всего. Наверное, да. Наверное, вот так вот. На Бали вообще еды не было, можно так сказать. То есть там как-то с едой все очень плохо. Там как бы... Нет, ну в смысле, Паша, я имею в виду местную. Да, да, я имею в виду местную. Там, понятно, на Бали есть куча крутых ресторанов, разные кухни. Я говорю именно про местную еду. Местная, да, на Бали, наверное, самая скудная и самая безвкусная, что ли, так скажем. В Таиланде она очень разнообразная, экзотическая, на любой вкус и цвет. Но при этом в большинстве своем там все-таки преобладают вот эти кисло-сладко-острые какие-то оттенки. А это просто я в принципе это не люблю. Я не говорю, что тайская еда плохая. Я говорю, что я это не люблю. И поэтому мне лично это не за что. Возможно, вы тоже не любите кисло-сладко-острые, поэтому вам не сильно зайдет. А вот вьетнамское, особенно суп-фо, это прям вообще мое. Морепродукты все во Вьетнаме там готовят отлично. Лапша у них хорошая. Да все, в принципе, рис даже обычный. Сейчас, кстати, вьетнамскую еду можно и в России попробовать. Сейчас мода пошла. Суп-фо делают, всякие спринк-роллы в России. Так что можете попробовать, убедиться, что это классно. Что-то еще из лайфхаков есть, из интересного? У меня единственный лайфхак, ну не лайфхак в смысле, не единственный лайфхак. Это то, что в Азии, где есть, пользуйтесь Uber всегда. Потому что по нашему опыту Uber всегда был дешевле, чем местное такси. Кроме Бангкока. В Бангкоке там, если по счетчику ездить, то там будет дешевле. Ну и в Таиланде вообще. То есть, сможете уговорить таксиста ехать с вами по счетчику. В Индонезии, например, всегда пользуйтесь Uber, но в Индонезии есть тоже свои проблемы с Uber. Там иногда таксисты на Uber вот так вот по карте гоняют вокруг вас, вот приложение смотрите, и что-то ждут, пока вы отмените, не отмените. Не знаю, тоже были свои проблемы. Но в целом Индонезия и Малайзия, мы там пользовались Uber и нас все устраивало. В Таиланде по счетчику, а в Вьетнаме тоже можно по счетчику. А еще лайфхак из Ничанга. Я знаю, что у нас на канале много появилось любителей Ничанга. Вы очень активно смотрите видео оттуда. И не забывайте, что из аэропорта Камранда Ничанга можно доехать на супербюджетном автобусе. Сколько он стоит на рублей 100-150? 50 он стоил этих местных. 50 местных? Это 2,6 получается? 2,6? Ну где-то 100 с чем-то рублей. Ну 130 рублей, можете доехать туда. И само собой в обратную сторону также. А не тратить деньги на такси и так далее. С автобусной остановки до Камране обратно. Также можно не на такси ехать, там за 1000 рублей или за сколько, я не знаю, там они берут. Ну мы просто не знаем даже. Ну много, наверное. Также можно прийти с утречка, сесть и также за 50 местных уехать. Все, наш список подошел к концу. Может мы что-то еще упустили. И на самом деле надо, наверное, было, может, какие-то вопросы ответить, которые нам задавали. А у меня есть предложение. Какое? Я хотела бы с вами пообщаться в прямом эфире на ютубе. После того, как выйдет это видео, чтобы вы еще какие-то вопросы, какие-то дополнения собрали. И можем с вами встретиться, но я точно смогу, Паша, по возможности, например, в воскресенье. И дополнить как-то это видео прямой трансляции с нами. Пообщайтесь, выпишите какие-то еще дополнительные вопросы, потому что мы как бы указали темы, насчет которых можно поговорить еще больше. Ну и как бы вкратце это обсудили. Но я знаю, что у вас, скорее всего, будет много вопросов еще дополнительных. И вы можете писать в комментарии. И мы можем это обсудить с вами в онлайн-трансляции, как это сказать, в прямом эфире на ютубе в воскресенье. Если вам такая идея понравилась, напишите об этом. И если вам понравилась такая идея, напишите мне об этом. И в воскресенье я тогда запланирую трансляцию, и вы увидите, во сколько она будет. Ну что, под конец скажем наш топ в сухом остатке, потому что все любят просто то или это. Топ 5. Просто топ. И все эти места, Бали, Лангкай, Баракай, Паттайя, Бангкок, Ничанг, Фукок, просто выстроить в топ без объяснений причин. Просто чисто наш топ. Ну давай. Бали. Согласна. Бангкай. Да. Ничанг. Да, конечно, Ничанг. Дальше сложнее. Давай с последнего начнем. Фукок. Паттайя. Паттайя? Паттайя? Ну, Фукок-то лучше Паттайи в сухом остатке. Ну, значит... Хотя нет, там... Тяжело, тяжело сказать. А Бангкок зачем мы сюда вписали? Бангкок это не место, куда приехать, ездить надо в отпуск. Бангкок это просто место, в которое надо заехать и ездить в отпуск. Не, ну понятно, Бангкок мы не берем. Ну тут, ну да, в общем, Фукок можно поставить на последний день. Да не получится, короче, у нас этот топ выстроит, реально. Вот у нас есть Бали, Лангкави, Ничанг. А дальше, Баракай, Паттайя, Фукок, вот они вместе делят четвертое место. Вот и все. Да. Видимо, потому что у нас не осталось каких-то... Да, возможно. Да, качо у нас в Паттайе. У нас... Вот я вспоминаю Паттаю, и все, что у меня в голове в Паттайе осталось, это аквапарк Рамаяна. Все. Ребята, это вот то реально, что можно даже немножко его поднять. Вот Паттайю с колен, мы опустили Паттайю, но тут можно немножко поднять. В Паттайе, да, действительно, это единственное развлечение, самое крутое, это реально самый крутой аквапарк, который мы видели в своей жизни. И у вас будет просто супер впечатление. У вас будет супер впечатление. Ну, само собой, есть там еще вот этот Волкинг Стрит, кто любит бухать, разврат и все такое, то вот это вам туда, короче. Просто можно ночью тусить, когда вы идете к нам, то что да. Просто можно там ночью тусить. Да. А в целом-то больше в Паттайе такого ничего нету, наверное. Такие дела. Да. Такой отчет по странам у нас получился. Не будет у нас до топа. Топ-1 у нас будет болеть, все, больше топа нет. Да нет, боли, ланка, венчанка, это точно, что нам упало. А что, какие у нас планы? Какие у нас планы? Работать дальше у нас планы? Сейчас пойду батрачить как раб. Дальше планы, может, какие-то появятся? Ладно, Юля думает, что мы поедем в октябре куда-то. Да, думает, что мы поедем в октябре. Но она еще не знает правды, что мы не поедем. Ладно, шучу, конечно, мы планируем 15-го числа, октября, уже взять билеты точку. Ну, это крайний срок. Это крайний срок. Все время закупает, что, может быть, и раньше получится это сделать. Да, но учитывая то, что у меня вчера случилось по работе, наверное, это может сместиться. Да, просто сервак нагнулся. Сейчас надо его будет восстанавливать. Да, поэтому в любом случае канал существовать продолжится. Несмотря на то, что у нас закончилось такое большое путешествие, мы призываем вас дождаться. Я думаю, где-то в ноябре нас уже можно точно ждать где-то там. Я думаю, мы где-то в середине октября что-то купим. Мы уже точно определимся. Да, мы уже точно купим билеты. На ноябрь может... Есть маленький шанс, что мы в итоге поедем только ближе к Новому году, то есть ближе к декабрю. Но билеты мы в любом случае хотим купить в пределах октября, чтобы уже они у нас были, и мы о них знали и готовились к этому. Поэтому, возможно, есть маленький также шанс, что мы вообще, не знаю, в начале октября уже куда-то поедем. Не билеты купим, а прям сразу купим и куда-то поедем. Ну, начало октября уже так быстро, что я уже начала сомневаться. И планы такие, что много вариантов всяких рассмотрели. Были даже планы ехать в Европу, там, Испания, Италия, но мы их решили отменить. Почему? Потому что сейчас столько много работы, что смысл тратить кучу денег на Европу, а это будет куча денег, чтобы просто там посидеть поработать. Я за эти там деньги, там явно уйдет не тысяча долларов на двоих. Там все две тысячи, наверное, на двоих уйдет за месяц. Даже больше. Это как минимум, да. Это если мы будем на улице жить, короче, и попрошайничать. Вот. И поэтому смысл ехать, платить много денег, чтобы посидеть где-то там и работать. Поэтому я решила, что мы поедем, когда у нас будет какой-то такой, типа, реальный отпуск, хотя бы неделю на две, может, на месяц, не знаю, хотя бы на неделю у нас. То есть вот у меня будет неделя, когда я не буду работать вообще. А так мы поедем в Азию и, возможно, возможно, по крайней мере, я так планирую, мы не поедем сразу куда-нибудь на Бали, потому что это опять-таки долго и дорого. Возможно, мы потихонечку будем перемещаться. Начнем там со Шри-Ланки, может, или с Таиланда, или со Вьетнама. И потихоньку туда опять вниз спустимся, там потусим и поедем обратно. Ну, потому что на Бали лучше тогда ехать после зимы, ближе к весне, там начинается сезон, начинается красота, потому что зимой на Бали не очень. Ну, в общем, то есть 100% мы сами не знаем, куда мы поедем. Мы об этом узнаем, когда мы вот сядем, начнем посмотреть билеты, куда, где будут скидки, акции подешевле, поинтереснее. Но это будет точно Азия, Европу мы уже отмели 100%, Европа у нас уходит там, может, на следующий год или еще через год, не знаю, посмотрим. Либо, может, в этом же году, но на обратном пути, не знаем. И по датам мы тоже пока не знаем, но мы точно знаем, что вот 100% до Нового года мы куда-то уедем. А так, ориентировочно, это будет где-то в середине октября. Ну все, у нас звук записывался вообще. 56 минут. Интересно, сколько из 56 минут уйдет в эфир? Давай, те, кто досмотрели это видео до конца, напишите в комментариях. Я досмотрел, я выжил. Я выжил. Будет интересно посмотреть, кто эти сейчас. Ну да, я бы уснул от таких-то речей скучных. Ну все, всем пока. Всем пока.